День рождения День рождения Владимир Губернаторов, заместитель генерального директора Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». Владимир Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Город Москва, соответственно, на Краснопресненской набережной 14. Добрый день. Я бы сразу хотела попросить как раз Николая Михайловича представить нашего гостя. Вы же приглашали, правда? Что делает Владимир Алексеевич у нас в городе сейчас? Вы знаете, у нас сегодня итоговое заседание Совета Торговой промышленности и правления одновременно. И мы, пожалуй, впервые в нашей истории решили внести на рассмотрение вопрос информационно-политикой предприятия как основной фактор повышения конкурентоспособности. Необычный взгляд. Но мы живем сегодня в открытом информационном мире, пространстве. То есть, как компании позиционируют себя в информационном пространстве? Как они себя преподносят? Насколько компания прозрачна, насколько она честна перед жителями региона, настолько, так сказать, у нее формируется имидж, а настолько высокий имидж, настолько она и получает прибыль, зарабатывает, так сказать, какие-то деньги на своих продуктах. Кстати, это относится не только к производственным компаниям, это относится и к муниципалитетам, и региональной власти, потому что это вопрос сегодня открытости, прозрачности деятельности любой компании, любой региона становится все более важным. Впервые будет обсуждение это на таком уровне? Да, это впервые. И Владимир Васильевич, а учитывая, что у нас с ними связи давние, он работал с системой торговой промышленности палаты, стоял у истоков создания интереснейших проектов, таких как конкурс общероссийский экономического возражения России, который живет и по сегодняшний день. Вы и Светлана были участниками этого, и победителями даже были. Вот один из проектов. А сегодня он выполняет очень важную миссию, значит, работа в должности замгенерального директора эксплуатации на Красной Пресне. Это один из ведущих центров не только в России, но и в мире. В международный уровень. И вот очень он понимает и скажет об этом, насколько сегодня важна, значит, работа в части пропаганды той продукции, то, что мы производим. Можно говорить про импортозамещение, экспортную ориентацию, но надо показать. У нас есть хорошая новость и пословица. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот этим он занимается. Итак, информационная политика предприятий, как необходимы условия повышения его конкурентоспособности. Но на самом деле и у обывателя тоже, а мне кажется, что и у многих руководителей до сих пор есть ощущение того, что мы же стабильно работаем. У нас есть госзаказ. Все хорошо. Тут все выстроено. Понятно, кадровая политика. Понятно, расписание на пять лет вперед. Зачем нам это все? Зачем нам об этом рассказывать? Почему горожане, почему кировчане должны об этом знать? Насколько действительно фактор открытости, насколько действительно глубокое понимание того, как ты подаешь свое предприятие, насколько честно и много ты об этом рассказываешь, влияет попросту на прибыль предприятия? Или тут нет никакой взаимосвязи вообще? Вы мне это продаете? Конечно, конечно. Спасибо. Действительно, приходится сталкиваться и сейчас с такими фактами, когда, вот знаете, даже парадоксально, бывают некоторые форумы, вот в период работы в торговой правильной палате приходилось участвовать, когда много участников, очень интересные темы обсуждаются. Когда говорится о каких-то новинках, новых подходах, новых технологиях. И в том числе были парадоксальные ситуации, когда присутствует в зале представитель компании, которая обладает подобного рода разработками. К нему обращается представитель пресса, он начинает уклоняться. Уклоняться, потому что на предприятии, вот, соответствующая политика, стараться, как говорится, не светиться. Не выносить наружу, да? Да, не выносить. Причем, понятно, иногда это бывает, исходя стремлений, исходя из какой-то конкурентной ситуации. Да, есть новинка, есть новый проект, есть только запускаемая какая-то новая тема, которой, рано еще говорить, коммерческая тайна, да, ее могут перехватить, могут, скажем так, в конкурентной борьбе просто убить эту тему у тех, кто пытается ее реализовать. И, понятно, на этом этапе, может быть, общение рано, но когда это уже реализуемая идея, когда это то, что востребовано обществом или востребовано рынком, да, конечно, достаточная прозрачность, вот, в этом случае должна быть. И надо отдать должное, вот, и Николай Михайлович, как один из ветеранов Российской торгово-промышленной палаты, человек, который живет не только проблемами вятского бизнеса и региона, но и в целом, вот, участвовал активно на всех этапах восстановления системы. Он всегда был, так, вот, нашим коллегой и остается партнером по тому, чтобы продвигать идеи открытости. Открытости бизнеса для общества, открытости бизнеса для власти с точки зрения информационной открытости тоже, открытости для коллег. И уже сейчас перекидываю мостик к тому, чем мне посчастливилось заниматься последние годы. Посчастливилось, потому что выставочный бизнес очень интересный, очень важный и очень нужный для нашей страны. И еще нет, к сожалению, не у всех есть понимание, насколько он для нашей страны нужен. На фоне тех декларируемых лозунгов не всегда реально оценивается его роль. Так вот, в выставочном бизнесе, я хочу сказать, вот, и в том, с чем приходится сталкиваться каждый день, действительно, эта открытость, она очень нужна. — Я вспоминаю, я однажды только в своей жизни была на большой сельскохозяйственной выставке, которая проходит осенью в Москве. — Золотая осень? — Да, золотая осень. У меня было очень такое противоречивое ощущение, когда я на это все посмотрела. В тот момент, это было достаточно давно, мне казалось, что туда съезжаются просто люди, которые давно друг друга знают, друг на друга посмотреть, за одним столом посидеть, сказать, ну, привет, как у тебя дела, все хорошо, и разъехаться. — Хотя, конечно же, я подозревала, что тут должны заключаться контракты, да, обмениваются какими-то серьезными информациями, ну, прежде всего, контракты. Я снова возвращаюсь к деньгам, да, почему выставка — это деньги, и почему до сих пор этого, как вы говорите, Владимир Алексеевич, нет в России, или недостаточно правильно этот инструмент используется? — Вы понимаете, есть некие, во-первых, долго действовали, и, может быть, где-то еще действует как бы поколение уже другое, не то, которое в 90-е годы как бы вот вступало в бизнес. Тогда это очень сильный стереотип работал. Выставка — это выставить и показать, это вот сделать что-то абсолютно уникальное, сделать его в единственном экземпляре и показать. И это, к сожалению, это можно было делать. Сейчас время другое. Выставка — это продвижение, выставка — это бизнес. Я на выставку должен привести то, как правило, если я хочу найти партнера, который купит мне продукцию, то, что я могу делать серийно, не то, что я могу делать в одном экземпляре. Если я делаю это в одном пока еще экземпляре, я на выставку приезжаю, чтобы найти партнера-инвестора. Но в любом случае это бизнес. А если я вступил в бизнес, я с партнером должен быть предельно корректен, предельно откровенен. В том числе эта откровенность, она должна показать, а какой результат тот, кто идет на выставку, на ней достигнет. Значит, вот мы, как организаторы выставки, мы должны совершенно четко показать, а кто на этой выставке будет из возможных партнеров, из возможных конкурентов вообще. Какие будут представлены организации. Перед тем, как организация принимает решение о поездке на такую выставку, они должны, собственно говоря, понять, с кем они будут контактировать. А кто придет на эту выставку? На нее придут просто обыватели. Извините, я отношусь к уважениям ко всем группам населения нашего. Но за тысячи километров люди привозят на выставку станок или какое-то оборудование, но не только для того, чтобы пришли любознательные, взяли буклетики и ушли. Значит, соответствующий контингент посетителей интересует. Как это можно узнать? Это можно узнать, если в открытых источниках есть информация о том, кто реально был на выставке. И для этого в выставочном бизнесе существуют целые процедуры. Ну, начиная, конечно, от того, что есть соответствующие полужурналистов, профессионалов и есть огромный круг изданий, с которыми... Которые специализируются именно на этой деятельности. Да, причем уникальность выставочного бизнеса, по крайней мере, те, кто организует, вот как экспоцентр, организует широкий круг выставок по различной тематике. Понимаете, если у предприятия отраслевого, у него, как правило, интересы только, скажем так, то, что раньше называлось общественно-политические СМИ, где можно опубликовать какую-то новость, там, какое-то интервью, да, вот, и отраслевые, то вот у нас, как у организаторов выставок, у нас интерес к СМИ, которые работают в разных отраслях. У нас более 500 информационных партнеров, потому что, когда выставка металлообработка, это одни отраслевые издания. Издания, я имею в виду, и интернет-издания, конечно, и... Мы сейчас проживаемся буквально на полминуты, у нас перерыв, и продолжим, это очень интересно, потому что мы, как общественно-политическая СМИ, активно сотрудничаем, например, с торгово-промышленной палатой, за что и получили в этом году премию из рук практически Николая Михайловича за сотрудничество. Каким образом там могут участвовать СМИ-неотраслевые, вот это удивительно для меня, сейчас мы узнаем. Продолжаем нашу беседу, да, напоминаем, что у нас Владимир Губернаторов, заместитель генерального директора, центрального выставочного комплекса Экспо-центра, и Николай Липатников, президент Ветской торгово-промышленной палаты. Мы сейчас заговорили в прерыве о сотрудничестве, но, наверное, об этом чуть позже. Да, мы должны продолжить историю с тем, что вот вы, Владимир Алексеевич, говорили, что предприятиям важно рассматривать при взаимодействии не только узкие, узкоспециализированные СМИ, если мы говорим об освещении деятельности своей, да, профильные какие-то, которые читают, собственно говоря, только твои коллеги, получается, да, а не широкий там спектр публики, и не только общественно-политическим, как наша, например, радиостанция, но и другие издания какие, то есть где, что и кого можно еще использовать для того, чтобы распространять информацию о себе, понятно, с выгодой какой-то. Вы знаете, выставка, она очень многогранна, и для каждой составляющей, которая есть на выставке, естественно, нужен свой информационный канал. Есть какие-то общие, да, кстати, уж если говорить об общественно-политических, вот вы сотрудничаете, я рад сотрудничеству Вятской торгово-промышленной палаты с вашей радиостанцией здесь, мы сотрудничаем в Москве с Эхом Москвы и на передаче «Эхономика» регулярно выходит информация о наших конкретных наших выставках, и, естественно, в блоге новостей о таких событиях, как открытие выставки, особенно если в открытии участвуют значимые ньюсмейкеры, они у нас очень часто участвуют в открытиях выставок, да, о других событиях, о крупных форумах, которые проходят на выставке, естественно, сообщается в новостях Эхом Москвы и других, как их называют до сих пор, общественно-политических изданиях. Но есть и другие события на выставках. У нас на выставках, на многих, проходят события, связанные с образованием и возможностями работы будущих специалистов, да, когда соответствующие проводятся какие-то семинары, дни открытых дверей. У нас проводится, вот чемпионат WorldSkills проводился, например, включая выставку рекламы на этой выставке тоже, да, и многие такие. Виниловый стайлинг, у нас был чемпионат винилового стайлинга на выставке реклама, вы знаете, да, когда машина разукрашивает различными там эффектными изображениями, рисунками и так далее. И, естественно, тоже какие-то вот такие СМИ легкого, я бы сказал, такой, ну, может быть, даже немножко желтизной характера, они вот подобного рода события какие-то отражают. То есть выставка – это такой многогранный продукт получается, и очень важно организаторам учесть максимально там охват аудитории, да? Да, да. Опять же, это исходя из бизнеса, из интересов бизнеса, потому что просто выставка, приехали, поставили продукцию и ведем переговоры, она ушла в прошлое. Сегодня, во-первых, выставка – это огромный этап интерактивной жизни в течение года, да? Ведь одно время, лет 10-15 назад, серьезно обсуждалось, а не уйдут ли выставки вообще в онлайн-режим. Но, слава богу, потом опомнились и в других странах, вот на Западе это обсуждалось, например, в Европе, и как-то у нас все поняли, что онлайн – это продолжение жизни, это начало до выставки, это продолжение по итогам, и в течение всего года идет активное общение. Выставка – это обязательно серьезнейшая деловая программа, мощнейшие форумы. Вот сейчас у нас закончилась неделю назад российская неделя здравоохранения, там четыре выставки было – выставка здравоохранения, выставка здоровый образ жизни, выставка аптека, выставка медтревел-экспо, новый проект, связанный с медицинским туризмом. Первый год в этом году запустили. Кстати, приглашаем Кировскую область к активному участию. Да, это наша тема, губернатор уже обозначил, что мы к этому нашли причину. В России есть где и как лечиться и поправлять здоровье. Не обязательно для этого ехать в Израиль, в Германию или в другие страны, при всем уважении к их медицине. И на этой российской неделе здравоохранения и Министерство здравоохранения, и федеральные агентства, и различные медицинские ассоциации проводили порядка 50 таких мероприятий от крупнейших конференций до небольших круглых столов, семинаров и так далее. Но ожидаем, что Кировская область в следующем году там тоже себе представит. Плюс выставка, это и какие-то чемпионаты, это конкурсы. Вот сейчас будет в феврале выставка продэкспо, где Кировская область, Кировская торговая промышленная палата традиционно делает коллективный стенд предприятий. Это очень важно, потому что выставка в Москве – это дорого. Мы площадка в самом центре Москвы, в пяти километрах от Кремля, в одном километре от Белого дома. И понятно, что московские цены, есть московские цены. И на гостиницы, и на всё. И не каждому предприятию это по плечу, особенно средний и малый бизнес. А торговая промышленная палата, Вятская, она делает коллективный стенд, на котором встают предприятия малого бизнеса, которые выпускают продовольственную продукцию, участвуют в этой выставке. И на этой выставке будет мощнейшая программа подведения итогов конкурсов, которые проходят в целый год в разных отраслях. Кондитерская промышленность, молочная промышленность, алкогольная промышленность. И итоги конкурсов подводятся одновременно с какими-то конференциями, семинарами, тоже на выставке. Поэтому выставка как магнит, она притягивает и участников, она притягивает и посетителей, и профессионалов. Потому что они себе тоже найдут какое-то место и какой-то получат результат позитивный. У вас обширная программа, насыщенная такая программа, подготовленная торгово-промышленной палатой Вятской. И я знаю, что у вас было серьезное заседание, обсуждение и некоторые решения, которые хотелось бы, чтобы вы озвучили прямо сейчас, как дальше будет развиваться это взаимодействие экспоцентра и Кировской области. И даже тут вы в перерыве, Владимир Алексеевич, сказали, что наша Кировская область будет использована как плацдарм, пилотная такая площадка для некоторых проектов. Первый визит, вы сказали, среди регионов, мы первые. Первый визит, как для меня, это, наверное, 15-й визит в Вятскую торговую промышленность. Нет, именно с этой целью. Получилось так, вот так сложилось, что пригласил Николая Михайловича, и я с удовольствием откликнулся. И наш генеральный директор Сергей Сергеевич Беднов, который тоже работал ранее вице-президентом торгово-промышленной палаты России, и понимая и зная важность информационной работы в системе палаты, а мы тоже часть системы палаты, председатель совета директоров экспоцентра, президент торгово-промышленной палаты. И вчера он проводил заседание совета директоров, где вице-президент российской палаты Фатеев Максим Альберч и я докладывали вместе о новой программе, которую мы сейчас разрабатываем, взаимодействия экспоцентра и территориальных торгово-промышленных палат. И вот сегодня мы уже успели немножко так обсудить, и продолжим во второй половине дня обсуждение тем взаимодействия, выгодных, подчеркиваю, выгодных обязательно для обеих сторон. У нас есть мощнейший опыт работы. Ни у кого в России такого опыта работы по проведению международных выставок нет. Почти 60 лет на рынке. В советское время практически единственная организация, которая проводила международные выставки, была экспоцентр, поэтому этот потенциал мы постарались сохранить. И поэтому то, что касается и подготовки выставочников, и технологий выставочных, и консультаций, мы выпускаем методические рекомендации, и надеемся, они будут реализованы в Кировской области. В этом есть огромная потребность. Рекомендации по строительству современных выставочных комплексов, небольших, трансформируемых. Выставочный комплекс, где можно проводить выставку, и который может быть преобразован в конгрессный зал. Это как воздух нужно сегодня российским регионам, понимаете? У нас перекошенная выставочная деятельность. Она сконцентрирована в Москве, в Питере, и вот несколько звездочек по России, где еще есть Нижний Новгород, Казань, там еще, да, порядка... Крупные региональные центры такие, да. И вот как раз мы обсуждали, как даже сейчас в этих условиях нам помочь развитию Вятка-Экспо, да, и, естественно, мы будем смотреть, какие программы мы можем реализовывать вместе. И, с другой стороны, мы хотим, чтобы Вятка-Экспо и Вятская торговая промышленная палата были плацдармом, через который... на котором постоянно велась бы работа, по продвижению на международные выставки, а через них на новые рынки, предприятий Кировской области. Вот я еще раз подчеркиваю, что вот самое главное, для чего выставка? Это продвижение, это продвижение бизнеса. И если вы вышли на новый уровень, если вы вышли на уровень межрегиональной выставки, вот своей областной, вы уже получаете новые рынки. Если вы вышли на международную выставку, мало того, что вы получаете новые рынки, вы получаете опыт работы на международной выставке. Вы после этого, вот надо бывает, сразу выскакивают за границу. Да, о необходимости строительства современного выставочного комплекса в городе Кирове мы продолжим беседу с Николаем Липатниковым и Владимиром Губернаторовым через полторы минуты буквально. Да, мы продолжаем, как всегда, и в перерыве тоже мы беседуем с нашими гостями, Владимиром Губернаторовым, заместителем генерального директора центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» и с Николаем Липатниковым, президентом Вятской торгово-промышленной палаты. Сразу Николаю Михайловичу вопрос. Итак, строительство современного выставочного комплекса, о котором говорил сейчас Владимир Алексеевич, как абсолютной необходимости для мыслящих о будущем, думающих о будущем регионах, которые не собираются умирать, а собираются развиваться. Необходимо Кирову, Кировской области? При некоторых условиях. Первое, активность предприятий более высокая, чем сегодня мы ее имеем, а мы ее ценим как раз по участию в тех же мероприятиях в «Экспоцентре», по участию в межрегиональных наших проектах. Это и Казани, это и Екатеринбург, и Санкт-Петербург, где набираемость трудом этих участников. И фантазировать на то, что они сегодня повернутся и вдруг будут здесь участвовать, это немножко смело. А в темном смысле стремление демонстрировать свою продукцию? Во-вторых, конечно же, это финансирование. Я далеко не идеалист, давно не идеалист, чтобы сказать, что сегодня торговая промышлопалата за счет членских взносов, либо кредитов в банках могла это построить. Никогда, ни в одной стране мира, на кредиты ни одна предприятие не стоилось. Даже в Японии, в Германии, во Франции. Вот это надо все взвесить. А так, конечно, интересно, потому что мы все время толпимся, либо в драмтеатре, вы все это знаете, либо от Суверикова спросил правительство области. Это выглядит, честно говоря, как рынки, базары, а вовсе не выставки. Да, дало такие условия. Дало такие условия. Ну, вот и я бываю на экспоцентре. Там совершенно другой масштаб, другие развороты. Но к этому надо идти. Не в фантазиях, а в реальных пошаговых действиях. Владимир Алексеевич, наличие современного экспоцентра в регионе. Что это для региона? И каким он должен быть? Этот экспоцентр? Ну, начну со второго. Прежде всего, он должен быть, это должно быть на сегодняшний день, как показывает практика и опыт строительства крупных выставочных комплексов в некоторых регионах, где не была разработана достаточно точная такая проектная методика, его заполнение в течение года, да, разными событиями, разноплановыми. Конечно, это чревато такими неприятными последствиями для бизнеса. Поэтому, прежде всего, это должен быть расчет по тому, какой он должен быть по вместимости, вот сколько реально, это серьезная работа, сколько реально, какая площадь у него должна быть. Ну, вот, скажем так, что все-таки, наверное, где-то 5-10 тысяч метров в этом диапазоне для большинства наших регионов Центральной России, предположим, если говорить, да, и опыт показывает, кстати, вот у нас в Белгороде есть комплекс, который действительно был сделан, исходя из расчета возможных объемов. И Белгород, кстати, показывает неплохие результаты по продвижению себя вот в федерации. Да, современный комплекс, это значит комплекс, на котором есть все необходимые коммуникации для того, чтобы не только проводить выставки продажи, выставки ярмарки, рассчитанные на конечного потребителя, на население, но для того, чтобы проводить технологические выставки. Для этого должны быть подведены все технические коммуникации, для этого должна быть соответствующая энергетика, там, как вот у нас проходит, когда выставки, например, металлообработка, это, прежде всего, огромное мощное потребление энергии, ведь это работает завод, да, это в течение пяти дней у нас работает завод, работают станки, да, и энергетика, сжатый воздух, технический подвод воды, все необходимые коммуникации, конечно, вентиляция соответствующая, все это должно быть предусмотрено, но тогда, тогда и привлекательность возникает больше, тогда уже, вот как правильно сказал Николай Михайлович, что нужно убеждать, уже тогда и убеждать проще участвовать в выставке. То есть, когда полное погружение, да, в сам процесс, когда могут продемонстрировать во всей полноте, да, и специалисты из других регионов приедут на такую выставку, если будут знать, что смогут сразу несколько предприятий посмотреть, и в действии посмотреть, оборудовать. Что выигрывает регионы в наличии такого центра? Да, и плюс, я прошу прощения, Светлана, и плюс еще, конечно, трансформации зала, чтобы можно было проводить конгрессные мероприятия, чтобы можно было проводить какие-то детские праздники, и можно было создавать, делать эстраду, и все, чтобы можно было проводить спортивные соревнования, и тоже для этого трансформирование в зал. Николай Михайлович, совместим концертный зал мечту губернатора с экспоцентром? Конечно, я такой же мечтатель. Вот, надо только дожить до этого времени, когда мы сможем сделать правильное решение. Игорь Владимирович сказал, что к 2024 году мы будем стремиться. Стремиться надо. Я тоже, вот, хотел бы об этом даже, чтобы это было реально, но при условии, это действительно частное государственное поднёсство. Именно частное государственное. Но, коллеги, я хочу заметить, что, вот, я сегодня просто был так, приятно удивлён, потому что я, ну, по, естественно, в интернете знал, мы сотрудничаем с Вяткой экспо давно, знал их в источную программу, какие в программе у них, но помимо вот тех выставок, которые проводят, те события, те мероприятия, социальные, культурно значимые, которые они проводят, вот это разнообразие, в тех скромных условиях, в которых они зажаты, как они используют свою площадку, как они используют возможности других площадок, да, я просто восхищён, я думаю, при том, вот, увлечённости своим делом, которое есть, у нас есть надежда, мы сегодня обсуждали с Николаем Михайловичем о том, что мы так выходим на стратегическое партнёрство и такое соглашение подготовим, где будут описаны все блоки нашего взаимодействия, я думаю, что вот с такими людьми, которые заряжены этой работой, у нас может всё получиться. Всё-таки раскройте нам секрет до конца ещё раз об этом взаимодействии, там в нескольких буквально фразах, что подразумевает этот документ и что это даст нам, да, вот это взаимодействие. Вы говорите, это новое, такое с регионами ещё не было. Что там будет, Николай Михайлович? Мы одна из немногих пока к сажадению палат, которая, скажем, на системной основе участвует в выставках, готовят коллективные экспозиции, что само по себе интересно, так как представляется не только, скажем, самодельное предприятие, оно представляется в рамках региона. Мы позициируем регион в целом. Это интересно. И на таких выставках, как вот Прот-Экспо, это ведущая выставка, наши участвуют на мебельной выставке. Это очень, кстати, весомая такая выставка. Но это пока, хоть я сказал, мы системно работаем, но постоянно такого характера не носят. Мы уже два года примерно обсуждаем с Бедновым гендиректором, мы с ним оба члены Совета... Экспоцентра гендиректора. Да, мы оба члены Совета ректоров в Центре международной торговли. И вот к этому делу шли. Сейчас они уже вот вчера решение такое приняли. Я думаю, что мы будем выступать в роли регионального представителя. Первое. Конкретный человек выступит. Мы уже решили сегодня практически этот вопрос наш. Что первое? Постоянная информация о том, что происходит. О том, на каких условиях можно там поучаствовать. Как решить весь комплекс вопросов, начиная от стоимости экспозиции, начиная от размещения. В общем, все, что связывалось с приездом. Питание, размещение, все-все-все. Информационные каналы вот примерно в этом плане. Ну и мы через свои информационные ресурсы будем доводить целевые группы наших предприятий вот до целесообразности участия, скажем так. Я думаю, что это активизирует нашу возможность. А потом, знаете, как-то мне один директор сказал нашего большого предприятия. Я был на выставке, что там делать? Ну, во-первых, на Руси есть хорошее пословице себя показать и на других посмотреть. Не участвовать сегодня в этих процессах, значит, погубить предприятие. У него не будет будущего, потому что ты не можешь сравнивать себя со своими, извините, в том числе, конкурентами. Под лежачий камень вода не течет. Поэтому я думаю, что вот я доволен, что вчера такое заседание прошло. Я рад, что приехал мой старый товарищ Владимир Алексеевич губернаторов, не путаясь с губернатором, губернаторов. Вот. И я думаю, что наша встреча будет конструктивной. А я вот хочу сейчас как раз попросить Владимира Алексеевича, чтобы вы обратились к представителям бизнеса. Это часть нашей аудитории, к представителям государственной власти. Вот поясните, почему нашему городу, нашему региону... Пажно стать региональным. Региональным представителем. Я не очень все равно понимаю, что региональный представитель. Что это даст нам? Я 25 лет в феврале праздновлюбим палаты. Первый марта. Вот в марте будет отмечаться или вятской палаты. И я 25 лет знаю Николая Михайловича вот с первого его приезда в Российскую палату, когда он приезжал с инициативой создания палаты в Кировской области. и неоднократно приезжал сюда за эти годы. И был не только в Кирове, ездил в область, на разных предприятиях был. И сравнивая потенциал области, даже то, что знаю, то, что изучал там, не знаю, в интернете и прочее, и статистику, и сколько представителей я вижу на наших выставках, да, это несопоставимо. Я убежден, потенциал продвижения через крупные международные выставки в области очень большой. Очень большой. И мы хотим просто вот создать некий такой постоянный канал общения для того, чтобы, вот опять же, об открытости информации, для того, чтобы та информация, а что можно получить в результате выставки, а что будет на выставке и что будет полезным, можно было использовать. Я хочу сказать, вот буквально до слова, еще об одной форме работы, которую мы предлагаем. Это бизнес-миссии. Считайте, что пока рано. Приезжайте, вот то, что сказал Николай Михайлович. Мы организуем бизнес-миссию, причем заранее, заранее знать будут те, кто едут. предложим им, с кем они хотят встретиться, когда и в какое время. У нас есть такой сервис. Вы приезжаете на один день на выставку директора крупного предприятия, вы заранее, и ваши партнеры, с которыми вы хотите встретиться, которые стоят на стендах, заранее знают, во сколько вы к ним придете и по графику работают и отрабатывают эффективный рабочий день. Посмотрим. Поэтому я хотел бы просто предложить представителям бизнеса, представителям государственных структур, которые тоже отвечают, участвуют в продвижении продукции Кировской области. Присмотрите внимательно к крупным международным выставкам. В Москве не только мы их проводим, но просто вот мой канал, который тесно связан одной ниточкой, единственным в торгово-промышленной палате России. И поэтому мы с особым энтузиазмом, скажем так, поможем. Посмотрите, чем для вас могут быть полезны выставки. Мы готовы и проконсультировать, и что-то подробнее рассказать и подсказать, с тем, чтобы действительно выглядело гордо Кировской области на целом ряде отраслевых выставок, особенно там, где так развитая промышленность, где есть новинки, где есть интересное что-то. Ну вот у нас остается буквально полминуты до завершения программы, и правильно я понимаю, что мы сегодня услышали? Во-первых, Вятская торгово-промышленная палата станет региональным представителем экспоцентра. Правильно, Николай Михайлович? Такой канал, открытое окно, одно. Во-вторых, новая форма работы появляется, это организация бизнес-миссии, это очень западный такой подход бизнес-миссии, насколько я помню, но эффективный, уже обкатанный и действительно эффективный. В-третьих, может быть, есть необходимость задуматься о таком неком выставочном центре-трансформере, который будет построен в городе Кирове, и который может многофункционально использоваться, не только для экономических каких-то и бизнес-выставок, но и для как концертная площадка и образовательная площадка, и площадка для различного рода форумов. Об этом с разных сторон говорят разные категории граждан, как мы с вами говорили, Владимир Алексеевич. То есть, вот необходимость чего-то такого действительно есть, создание нового общественного пространства, которое будет продвигать наш регион в целом. Спасибо большое за вот такие замечательные комментарии. Владимир, губернатор, заместитель генерального директора Центрального выставочного комплекса экспо-центра и Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты с Новым годом. Наступающее. Спасибо, взаимное вас. Спасибо. Спасибо, взаимное. Всего доброго.